Всем привет! Сегодня я расскажу о том, как я конструировал себе электромотоцикл. Года четыре назад приобрел себе такой вот мотоцикл для катания по лесу. Поначалу катался по выходным, но потом все реже и реже. Через раз нужно ехать на заправку, мотоцикл тяжелый, двигатель шумит, передачи нужно переключать. Увидел что-то интересное, останавливайся и глуши двигатель, потом обратно заводи, ну и так далее. На третий год я за лето его только два-три раза из гаража доставал. В итоге мотоцикл я продал, добавил денег и построил свой большой ЧПУ станок. И вот недавно захотел я сделать себе что-нибудь на электротяге для неспешных прогулок по лесным тропкам, ну и на речку съездить покупаться. Самый простой путь это, конечно, купить электронабор для переоборудования велосипеда, установить и кататься. На велосипеда у меня подходящего не было и вообще хотелось немного поконструировать и получить полезный опыт на будущее. Итак, начнем с передней вилки. Это гидроблическая вилка от мопеда Альфа и Дельта. Для начала убираем ненужные детали. Диаметр оси у нее такой же, как и у велосипедной втулки 10 мм. Колесо велосипедное 26 дюймов. Тормоз дисковый. Покрышку купил пошире. Чтобы колесо плотно становилось в вилку, напечатал на 3D принтере две проставки. Для крепления суппорта тормоза пришлось изготовить такую деталь. Теперь изготовим задний маятник. Труба 30 на 60 мм. Усиливаем пластиной в месте крепления колеса. Делаем прорезь под ось заднего колеса. Крепление под амортизатор. Крепление под амортизатор. Крепление под амортизатор. Сначала привариваю целую трубу, а потом уже отрезаю. Так сохраняется соосность. Подножки будем крепить прямо на задний маятник. Для этого используем шатуны от старого детского велосипеда. Для правой подножки правая резьба, для левой левая. Передачу на колесо поначалу решил делать на ремне. Изготовил шкив. Серединка из фанеры на фрезерном чипу. Периметр из пластика на 3D принтере. Так можно делать большие шкивы с экономией пластика. Соединяется с трещоткой задней втулки. Так как у двигателя обороты до 6000, передача будет с промежуточным валом. Алюминиевые шкивы и ремень это детали от ременной передачи от ЧПУ станков. В одном видео видел как на такой двигатель подавали максимум 2300 ватт мощность. Китайцы вообще в характеристиках пишут 4,5 кВт. Хотя думаю реальная продолжительная мощность там ватт 500-600. Теперь приступим к изготовлению рамы. Раму решил делать из фанеры и пока станок вырезает детали, расскажу почему. Это только в роликах. Сварка рамы происходит за 5 минут. А на самом деле нужно все просчитать, нарезать трубы под разными углами, подогнать, сварить, потом зачистить швы. На это нужно 2 дня минимум. И все равно нужно еще закрыть это дело какими-то панелями. Вместо этого я за кружкой чая сделал управляющую программу, положил лист фанеры на станок, полчаса на порезку и час на поклейку. Причем удельная прочность фанеры выше чем у стали. Вот такие получились заготовки. Выборки внутри это для облегчения. Склеиваем их пакетом. Теперь вклеиваем на смесь эпоксидки с графитом для загустения, алюминиевые закладные для установки вилки. Фрезеровал их на том же большом станке. Примеряем к другим частям. Получилось даже чересчур прочным. Можно было еще облегчать. Теперь вырезаем боковые поверхности и заготовки для упора заднего амортизатора. Тестируем подвеску. Задний амортизатор, который хотел поставить изначально, казался слишком мягким. Здесь установлен уже амортизатор от какого-то китайского мотоцикла. Для одного человека немного жестковато, зато можно ездить вдвоем. Теперь можно вклеить кубик окончательно. Ну вот, уже можно съехать с горки, правда еще без тормозов. Обрезки фанеры тоже идут в дело. Это фигурки в детский садик. Без сидушки есть здесь жестковато, поэтому займемся ее изготовлением. Основу делаем из той же фанеры. Отклеиваем поролоном и обтягиваем к резинителям. Отклеиваем поролоном и обтягиваем к резинителям. Вот такой диван получился. Не очень красиво, зато очень удобно. Теперь можно собирать все в кубик. Торцы фанеры боятся влаги, поэтому защищаю их стеклотканью и окрашиваю грунт топкой. Собираю вилку. Собираю вилку. Руль от пипбайка. Решение на пипбайке. Они с изолентой временной. Я потом наварил туда точки металла и руль сейчас стоит мертвым. Покрасил маятник. Эти втулки напечатаны из нейлона. Установил тормоза. Тормоза гидравлические. Первые испытания показали, что пластиковый шкив в моей ременной передаче не выдерживает нагрузки. В общем-то я так и думал. Сделать ее металлическим возможности не было, поэтому я решил перейти на цепную передачу. Покрасил маятник. Но и тут оказалось все не так просто. При больших нагрузках валы как в ременной передаче так и в цепной стремятся друг к другу. И из-за этого через пару сотен метров и цепь и ремень начинают провисать. Изготовил вот такую систему натяжения. Здесь нагрузка приходится вдоль болтов и колесо вместе с валом не может сдвинуться в сторону ведущей звезды и натяжение цепи остается постоянным. Таким же образом встроено натяжение ремня между двигателем и промежуточным валом. Кстати, для доступа к двигателю и редуктору нужно просто открутить болт амортизатора и опустить маятник вниз. После этого проблем с натяжением цепи и ремня у меня не было. Для охлаждения двигателя пробовал обычную осевую крыльчатку, а также подобие центробежной, но в конце концов остановился на осевой. Осталось оклеить корпус виниловой пленкой. И вот так он выглядит спустя полгода. Аккумулятор у меня на 48 вольт. Пока ничем не обтянут, так как одна ячейка разрешается быстрее и жду пока придет другая на замену. Контроллер сейчас установлен универсальный для электровелосипеда на 32 ампера. Пробовал разные передаточные числа с двигателя на колесо. При максимальной скорости около 60 тяги оказывается маловато для движения в крутые горки. Мотоцикл на них заезжает, но скорость сильно падает. Я увеличил передаточное число в полтора раза. Соответственно максимальная скорость упала до 40, но зато крутящий момент на колесе увеличился в те же полтора раза. И этого вполне хватает, чтобы вдвоем заезжать на все гражданские горки, которые есть у нас в городе. Ну а также ездить по песку. Подведем итоги. Что получилось, что не получилось. Начиная строить этот мотоцикл я не знал, буду ли я им часто пользоваться. Или будет как с моим бензиновым мотоциклом. Но оказалось это очень удобная штука и я ищу на нем почти каждый день. Теперь по технической части. Общий вес около 40 кг, передняя вилка от мопеда работает хорошо. Рама из фанеры тоже получилась отличная, правда чересчур крепкая. Весит 11 кг, но пару кг можно спокойно убрать. Задний маятник тоже работает хорошо, никаких люфтов нет. Вес его вместе с двигателем и передачей, но без колеса 5 кг. Решение с маленьким двигателем и редуктором вместо мотор-колеса довольно спорное. Хотя все работает, но с мотор-колесом было бы гораздо меньше мороки. При равной мощности и количестве тепла выделяемым в обмотках двигателя, маленький легкий двигатель нагревается быстрее, чем массивное мотор-колесо. Поэтому на затяжных горках, например у нас есть горка длиной около километра, приходится следить за двигателем, чтобы не перегреть. С другой стороны можно скакать по ступенькам и бордюрам. А вообще у меня есть еще один такой двигатель и я думаю в ближайшее время его туда добавить. Тогда при том же потребляемом токе тепловыделение на один двигатель должно упасть в 4 раза, и проблема с перегревом исчезнет, а суммарная мощность вырастет. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, всем пока!